Инициатором проведения круглого стола «Семья без насилия» выступила Татьяна Авдейчук, председатель общественного объединения «Белая Русь» Ленинского района Бреста. На обсуждение актуальной проблемы противодействия насилия в семье пригласили психологов, представителей комиссии по делам несовершеннолетних Белорусского союза женщин и студентов, которым предстоит работать в этой сфере. Задача – выработать предложение для внесения в новую редакцию закона. Экономические какие-то вопросы, карманные деньги у подростков, они должны быть или не должны быть. Домогательство на работе, вот этот вопрос будет обсуждаться. То есть это женщина-руководитель, женщина-мужчина. Уже теперь стоит вопрос не только насилия над женщиной, но и над мужчиной тоже. Но все-таки основная цель сегодня нашего круглого стола – это, конечно, дети-подростки. К числу актуальных тем по-прежнему относится проблема домашнего насилия. Женщина становится жертвой в супружеских отношениях, а дети зачастую подвергаются физическому насилию со стороны родителей. Для профилактики подобных правонарушений представители комиссии по делам несовершеннолетних вместе с сотрудниками отделов по охране правопорядка проводят рейды. Особенно это актуально в семьях, где отец и мать ведут асоциальный образ жизни – употребляют алкоголь. Проводится ряд мероприятий с лицами, которые допускают правонарушения в семьях, где лица употребляют алкогольные напитки. Доставляем их в наркодиспансеры для прохождения курса лечения. Проводим различные совещания, профилактические беседы с этими лицами. В отношении лиц, которые допустили неоднократно в течение года правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, выносят защитные предписания, осознают, и те, кто ранее уже попал в поле зрения, уже менее привлекаются и в нашем поле зрения меньше попадают, как говорится. Люди осознают и не допускают новых правонарушений. Участники «Круглого стола» познакомились с опытом в сфере противодействия насилию в других странах, а также обсудили алгоритм межведомственных взаимоотношений по оказанию помощи жертвам насилия. В рамках нашего центра мы решаем проблемы, которые касаются семейных отношений и самое главное построение таких конструктивных отношений подростков, детей и родителей. На наш взгляд, конечно, в последнее время ситуация не всегда складывается в лучшую сторону. И очень много вопросов, которые возникают в семейных отношениях. Родители не понимают детей, дети не понимают родителей. И в определенной степени проявляются какие-то такие моменты, когда не совсем, скажем так, дружественно относятся друг к другу. Поэтому наша самая главная задача – немножко так стабилизировать эти отношения и помочь им выйти из кризисных состояний. По статистике, 75% мужчин хотя бы один раз ударили свою жену. А каждый третий житель страны подвергается насилию в семье. Поэтому новые предложения в закон – реальный шанс свести подобные преступления к нулю. Ирина Альшава, Андрей Щербант, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.